Доброе утро понедельника, дорогие друзья, вам говорят Надежда Тимофеева и Глеб Давыдов. И наш гость в студии. Понедельник обычно день тяжелый, во всяком случае так его себе многие представляют. Ну просто потому, что нас ждет еще вторник, среда, четверг, пятница. Они делают... Да и суббота и воскресенье нас тоже ждет. Они непростые дни, да. Друзья, почему бы не начать понедельник с такого хорошего прогноза на неделю? В общих чертах, чтобы всем было все понятно. У нас в гостях уже находится астролог Игорь Махнач. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Рад вас видеть. Сегодня я за кадром уже узнала у Игоря, что у нас суперлуния. Что это такое, как это влияет на нас? Да, вы знаете, сегодня понедельник как бы подтверждает свое такое... Название сложного, да? Да, сложного дня, тяжелый день. Суперлуния это когда полная луна, сегодня полная луния. И она еще ближе всего находится к Земле на своей орбите. То есть она очень большая. И представляете, луна вызывает приливы отливы на Земле. Человек состоит там из 70-80% из жидкости. И что же она вызывает внутри у человека. Поэтому день такой тяжелый. Лучше всего в этот день не начинать никаких новых день. По возможности отложить их на более благоприятное время. Но здесь нужно следить за своими эмоциями. Желательно не поддаваться на какие-то провокации. Не отвечать на агрессию и агрессии. Следить за своими словами. Лучше в этот день помолчать. Да, нежелательны какие-то поездки на большие расстояния. Это такой день в понедельник. Вторник будет уже полегче, получше. Во вторник очень хорошо завершать старые дела, которые вы начали раньше. Подводить какие-то итоги. Очень хорошо избавляться от старых ненужных вещей во вторник. И я бы еще порекомендовал во вторник, знаете, простить своих обидчиков. Попросить прощения, может быть, у тех, у кого вы обидели. Вот такой у нас вторник. А среда хороша для начала уже новых дел, каких-то новых проектов. Особенно, если они связаны с творчеством, с каким-то творческим начинанием. Но здесь очень важно, чтобы эти дела были хорошо продуманы. То есть, чтобы вы серьезно к ним подошли, все взвесили. Если в чем-то сомневаетесь, лучше не начинать, лучше отложить на более благоприятное время. Среда также очень хороша для налаживания партнерских взаимоотношений. Я бы рекомендовал мужчинам проявить какую-то, знаете, щедрость и одарить своих любимых подарками. Ну, либо хотя бы уделить им минуточку своего внимания. Запишем. Дома надо показать. Четверг – очень хороший день для заключения каких-то финансовых операций, для покупок, для встреч, для поездок, для командировок. То есть, это такой день подвижный, день для того, чтобы совершить какие-то очень важные свои дела. Четверг – очень хороший день для очистки организма, для проведения каких-то таких очистительных практик, для голодания. Очень хороший день. В пятницу очень хорошо начинать строительные какие-то работы, работы по дому. Поэтому в этот день я бы рекомендовал, знаете, уделите минуточку, может быть, даже не минуточку, может быть, больше музыке. Если играть на каких-то инструментах, поиграть там на гитаре, на маяне, на каких-то инструментах, попеть песни. Нет, сходите на концерт. А можно поучиться. Можно поучиться, да. Кстати, очень хорошее такое. Потому что музыкой никогда не поздно начать учиться, никогда не поздно начать петь. И еще в пятницу очень хорошо уделить внимание своим близким, родным. Вспомните о родителях, навестите их, если вы их, скажем так, редко навещаете. В субботу очень активный день. Очень хороший день для проведения соревнований, каких-то состязаний. День хороший для людей, которые любят защищать слабых, которые стоят за правду там горой. И в этот день нельзя предаваться ни в коем случае уныне. Очень хорошо провести ее в хорошей, веселой такой компании. Ну и в завершение, в воскресенье, день хороший для тоже таких активных дел, для работы по дому. Очень хорошо что-то делать своими руками. День хороший для укрепления богосостояния, материального положения. И я бы рекомендовал в воскресенье больше времени уделить детям. То есть посвятите этот день детям, уделите им внимание, сходите с ними куда-то на прогулку. Я не зря взял на воскресенье билеты в церковь ребенка. Ты вот тоже чувствовал. Как чувствовал. Вот такая вот у нас получается неделя. Ну да, самое главное сегодняшний день, чтобы так оп, прошел, легко, безболезненно и комфортно. Главное не поддаваться на эмоции. Отлично. Игорь, огромное вам спасибо. Друзья мои, у нас сегодня в гостях был наш астролог Игорь Махнач. Рассказал о прогнозе астрологическом на эту неделю. Надеюсь, его советы вам будут полезны.